Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok Это папа, который решит. Да, папа очень активный, он очень помогает. Аня, что вы думаете, что Иван сделает макет? Вы могли сделать макет как он? Я думаю, что эта макет очень интересная и очень активная, потому что я вижу эту макет, и она мне помогает чтобы показать мой работ в истории нашей школы. А, вы использовали макет, когда вы присоединили? Да. Да, в макетах, есть старый макет, новый макет? Нет, только старый макет. Да, старый макет. Но когда я увидела макет, я очень поддерживала его работа и решила решить его в Москве. Иван, мы уже видим, что вы получили макет. Иван, вы получили хорошую макет. Какие эмоции, какие эмоции вы получили? Вы получили 6 месяцев и вы получили макет. Какие эмоции, какие эмоции вы получили? Он был счастлив, Александр. Я понимаю. Он был счастлив. Он был счастлив. Да. Вы считаете, что это возможно? Да. Да. Я счастлив. И это очень практика. Это очень практика. Это очень практика. Да. И еще, это очень интересно для наших эмоций, потому что это не только Ваня и Анне, которые работают с историей нашей школы. Сейчас мои эмоции и студенты. И сейчас они все остаются. В Москве, в Санкт-Петербурге, в Франции, в Канаде. И вот почему я очень рада. Ваня, когда он написал, я счастлива. И я написал, что они могут увидеть Ваня, который победил этот конкурс. И вот, это все, что вы получили. Да. Да, конечно. Да. И сейчас мы попросим, может быть, к Анне. Вы сделали эту презентацию, вы получили на эту мауку, и вы получили на эту мауку. И вы мне сказали, что это было второе место, что вы получили второе место. Первое место. Первое место, второе место. Второе место. Как стабиль. Стабиль. Вы не забыли, Анне. У вас не забыли, Анне. Да. Да. Я победил второе место. и я рад, что это первое место, потому что это очень тяжело, и у меня есть много конкурентов. Если вы хотите, мы можем говорить английский. Я не знаю ничего о этом, но это не должно быть хорошо для Ивана или Луба, потому что они не понимают. Я понимаю, что это значит, но я хотела говорить в французском, потому что это язык я хорошо понимаю. Ивана или Луба, это второе слово, и я не знаю, какие-то expressions. Я думаю, что вы делаете несколько слов, и это почему-то я думал, что вы говорили более английский. Аня, вы говорите, что это сложно. Это второе место, что вы получаете первое место. И, конечно, в том числе, что вы делаете много времени. И сколько времени вы делаете? Мы, когда-либо, когда-либо, мы были в школе, и мы были в школе, и мы были в школе. Это много времени. Да, я работала за полгода. Полгода, полгода, полгода. Может быть, мы начинали что-то, но после этого не было времени, и вот почему мы начали работу. Вот три месяца, может быть. У меня есть какие-то идеи для нашего музея, и я продолжаю мой работа. И почему вы решили создать музея? Что вы занимаетесь? Что-то женщине хочет создать музея? В общем, это люди, которые хотят держать. И вы, вы очень молодые, чтобы создать музея. Какая память вы хотите сохранить музея? Мы хотим собрать экспонаты. Дальше, может быть. Дальше, может быть. Дальше, для нашего музея. Мы хотим организовать ярмарк. Мерчика. Ребята? Ребята. Ребята. Ребята, эту школу, да. Ребята? Ребята, для чтения музея. Ребята, работа, для нашей музеи. Ребята. Ребята, работа. Ребята, работа, для чего-то. У нас будет еще одна птица, может быть, для того, как вы уже знаете, в какой комнате, в какой кабинете? Нет, это когда мы построим нашу школу, потом мы соберем оборудоваться. У нас будет оборудоваться? Да, да. Есть концепция для создания нашего музея, и мы хотим представить его для директора. То есть, у вас есть архитекты, у вас есть музей, и вот, и у вас есть гиды с Луба. Да, я хочу представить музей, создавал наш учебник, а все. И, может быть, у вас есть гиды, что это приводит к своей истории? Что это приводит к вам? Что вы думаете, в будущем, в будущем, в будущем? Они будут видеть музей? Есть ли есть гиды? Есть ли есть гиды? Или есть ли это гиды? Да, конечно. Да, потому что в нашей школе есть динапры. А, да, 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 есть много. Да, да, mo有人 Here проявил свою работу. Я очень уважаю Annie, потому что она работающая. Она делает много, и в плюс, она начала создать и создать истории от нашей школы, фотография. Она готова эту экспозицию для участия, она найдет много информации для последних лет, и, конечно, мы можем сказать, что она основательная с нашей веберой. И Иван, с его манкеткой, он поставил первую структуру, вот. И вы говорите, что династы, действительно, и, это значит, что родители, которые в различных генерациях идут в школе номер 22. И есть много династы, которые закончили нашу школу, вы видите. И, например, Аня, есть ли вы династы, или, Иван, есть ли вы династы, или вашу родитель? Ма сё, ма сё, у меня это. Они в этой школе. Д'accord, и, на самом деле, это важно для того, чтобы в этом, чтобы вшлифицируют свои свои вопросы, почему вшлифицируют свои вопросы? Почему вшлифицируют свои вопросы, для будущего, чтобы вшли отец или из февраля? Почему нужно историю? Исколь representative нашей школы, это историю нашей семьи. Но Аня... Это историю нашей семьи, нашей страны. И нашей страны. И нашу жизнь и нашей семьи. И ещё Grande Фоминир. Мир и Савейсбериникур. Да, Иван. В течение архитектуры есть также историю. Вы любите архитектуры модерны или архитектуры? Я люблю архитектуры модерны, но я интересуюсь к архитектуре, потому что архитектуре, фонда... Это историю? Фонда на архитектуре. Да, это основа. Как вы можете сказать об архитектуре, как вы видите архитектуре, как вы видите архитектуре? Она очень модерна, с большим видом, где люди хотят построить архитектуре классическое. Но архитектуре для нашего ботина, это тоже очень интересное, потому что, в то же время, это ботина модерн, и ботина anciен. Да. И архитект модерн Горюнов не мог бы создать ботину, который был почти самим, но он мог бы держать его. А теперь по-русски говорим. Значит, тем по-русски будет одинаково немножко. Тогда вы ездили в Москве, и это только вы или кто-то был там? Из Перми. Из Перми или вообще? Были ребята с нашей школы, у нас ездило десять человек, вместе с руководителем делегации, с Натальей Леонидовной Каракоскиной, и мы остались все довольны от поездки, потому что она была довольно-таки удачна. Ваня победил, пять человек заняло первую степень и четыре вторую степень. А всего сколько? Сколько были? Участников? Пятьсот семьдесят пять человек. Почти шестьсот человек. Почти шестьсот человек. Почти шестьсот человек приехало на конференцию. И нам дали книгу, где собраны тезисы около тысяча триста работ. Ну вот, посмотрите, и на шестьсот у нас первое место там, и вместо тут, и было вот так. Поздравляю! Поздравляем! Спасибо! С одной стороны, это большая удача, что ребята выиграли. Если бы даже они не выиграли, я не хочу принизить, если бы даже не выиграли, это очень интересная поездка, правда, потому что это общение. Туда собираются ребята из всех регионов России, они представляют такие интересные темы, и побыть там, почувствовать вот этот дух единства, когда все занимаются наукой, когда все доброжелательны, когда преподаватели московские это оградушно принимают, и анализируют все, это здорово. Мне кажется, что вот об этом можно поговорить нам еще. Что вам дала эта поездка? Даже если не говорить о наградах, вы победили, это все замечательно, но даже если вот откинуть вот это вот, сама поездка, само участие. У меня осталось много впечатлений, потому что там было очень много работ, и очень много работ, которые были интересны мне. И я очень много узнал нового для себя. Потом посмотрел на других, какие работы, какой уровень там, и оценил вот себя. Так как я ездила второй раз, эта поездка добавила впечатление к первой поездке, можно так сказать. И была очень веселая дорога, мы друг с другом общались, те, кто со школы у нас ехал. И также я познакомилась со множеством других людей, с которыми теперь общаюсь через интернет, и мы постоянно играем, допустим. Мы играли в мафии, и теперь эта традиция у нас живет в виртуальном пространстве. А были международные темы или что? Нет, это российская конференция. Конференция российская, но темы-то затрагивались, конечно, там были международные темы. Там были темы туризма. Сотрудничество городов, те, кто участвовал в Великой Отечественной войне. Очень интересную тему подняла наша Наташа Синицына. Она говорила о туризме для инвалидов, а именно о международном туризме. Так что темы очень разные, очень интересные. А какие выводы вы для себя сделали? Вы еще хотите поехать на эту конференцию? Ну, я вот так вот посмотрел и решил, что да, я еще возьму какую-нибудь тему и поеду второй раз. Мне хочется съездить в третий раз. Может быть, удача повернется ко мне, и я стану победителем наконец-таки. Ну, теперь я собираюсь написать работу немного в другом направлении, чтобы мне это помогло в будущем. То есть Аня в душе физик-математик, и она хотела бы заниматься наукой, которая пригодится физикой, прежде всего, которая ей пригодится в работе. Но я не могу сказать, что тебе было неинтересно то, чем ты занималась, потому что ты великая друженица и сделала большую работу для школы важную. Ваня, ты работу какую выберешь? Я еще не знаю, но Наталья Леонидовна Каракоскина, которая с нами ездила, она уже говорит, что она выбрала бы мне работу. Еще когда я только... Еще перед выступлением моим она уже сказала, что я выбрала тебе работу на следующий год. Пока это тайна? Нет. Она сказала, что модерн в Перми, то есть как архитектурный стиль. А, то есть ты все равно будешь работать в области архитектуры? Ну да, она ближе мне. Ближе всем. То есть Наталья Леонидовна просто угадала? Ну, да. Наталья Леонидовна видит каждого участника нашего и чувствует, что близко ему по духу. Здорово. Ну, вопрос. Если посмотрим, если вы против или пока наоборот. Ваня у тебя модерн, а Аня у тебя история с Ванем, да? А как вместе хорошо понимаете друг друга? Потому что вот если Ваня он просто модерн, модернизм... Он живет в будущем. На будущем? Ну, это сказали немножко потеряли нашу историю. Ну, это нормально, это не конфликт. А Аня... Соханим... Эта история... Это почти... Он... Как сказать... Он... Он... Анти... Против модерн. Но ведь они же помогают друг другу. Аня будет в своем музее использовать макет Вани. А Ваня будет базироваться на том, что знает Аня. Мы поможем друг другу. Да? Ну, вот. Меня интересует... Как это может быть? Ну, вот в этом году вообще у нас были работы, которые... Очень схожи. Они очень связаны между собой. И даже мы выступали друг за другом. Мы специально так попросили. И наши работы, они связаны с историей школы. Потому что тема, в принципе, одна затрагивается. Просто с разных сторон подход. Ну, тогда мы можем сказать, что вы комплементарь, как... Да. Объединяет. Объединяет. Вот. Да. Так хорошо. А... Ну, вот. Тогда наши последние слова. Ваня, пожалуйста. Если у вас один слов... Одно слов... Будет... Удушен? Даже не знаю, что сказать. А по какой теме? По истории или по поездке? По концу. Потому что у нас закончились этот... Ну, я хочу сказать, что... И просто в последний момент здесь... Мне очень нравится учиться в нашей школе. Что мне очень понравилось съездить в Москву. И что я узнал много нового для себя. Ну... Аня, пожалуйста. Ну, то, что заниматься историей школы, там, где учишься. И это очень интересно. Это узнаешь много нового. В том числе это связано с историей города и России в целом. Я считаю, что самое главное, что ребята стали победителями. Победители это не обязательно те, которые получили медали. Победители это те, которые больше узнали, много перечувствовали, себя оценили. И собираются продолжать эту работу дальше. Это самое главное. Мое последнее слово... Я это беру вот так. И... Я так нельзя сказать. Меня так нельзя сказать. Ну, это просто вам скажут, где мы. Посмотрите, где мы. Это последний момент здесь. И тогда вам скажу до свидания. Глюч-я-бOH, спасибо вам. Гуд doughс, пока вы полезет! Б infectами, удачи. И arriveBob еще. И а встреча. ientras я думаю, еще добраться далеко в следующем студию.